Всем привет! В этом видео я буду делать вот такое забрало, которое стилизировано на маску половцев, которых еще называли куманы или кипчаки. Это будет такой своеобразный DIY, как сделать вещь, которая похожа на средневековую, но современными инструментами. Хочу заметить, что я не являюсь профессиональным скульптором, жестянщиком или чеканщиком, которые получили образование в этой сфере. И все, что я буду делать, это то, чего я достиг, в принципе, частично сам, частично нахватавшись или научившись у других людей. Поэтому данный метод работы не является чем-то таким, что стоит воспринимать как единственный вариант, и на который надо равняться как на единственный правильный. Возможно, я допускаю какие-то ошибки в видео, о которых вы можете, в принципе, даже написать. Насколько я знаю, такие чеканные, объемные, рельефные вещи проще делать не на приспособах стальных, как вы увидите в видео, а на специальной смоле, к которой приклеивается лист, и уже по смоле вот так чеканится, и он не прыгает, не дергается, можно вычеканить. Но дело в том, что я работаю с доспехами, которые сделаны для бугуртов, то есть для спорта. И толщина моих доспехов начинается от полутора миллиметров, а если мы рассматриваем шлем, то там даже не полтора скорее, а от двух миллиметров. Например, маска сделана из стали 45 толщиной 2 миллиметра. Я даже не знаю, смогу ли я применять нормальные приемы скульпторов по металлу в своей сфере. Короче, это видео не разговорное, поэтому приятного просмотра. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Здесь примерно 8 или 10 часов. Работа иногда идет по-разному. И бывает, что, казалось бы, делая одно и то же, тратится разное количество времени. Правда, в этой маске я заморотился немного больше, чем делал обычно. Усы я выбил цельными здесь и на бровях сделал вот такую красивую насечку, делая отсылку к той самой маске Куманов, которая является как бы исходным артефактом для этой стилизации. Этот шлем является стилизацией. Он довольно условно-исторический. Такой шлем вообще нельзя называть реконструкцией или каким-то историческим изделием, потому как тут слишком много изменений и условностей. Но учитывая задачи, которые должен выполнять этот шлем, мне пришлось сделать изменения. Это бугуртный шлем, который будет использоваться в бугуртах. А в бугуртах бьют больно, сильно и часто. И бьют в голову, понятное дело. Поэтому защита должна быть как у, по сути, какого-нибудь Топхельма, Гранд Бацинета или чего-то такого большого, глухого, которое обеспечит бойца надежнейшей защитой, для того, чтобы он сам мог раздавать люлей, а не только выхватывать. Работа по этому шлему еще не закончена. В данном варианте очень плохой обзор. Ну и, понятное дело, очень плохое дыхание. Здесь под глазами будут еще отверстия, для того, чтобы лучше видеть. А здесь на подбородке будут еще отверстия для того, чтобы лучше дышать. Сбоку, наверное, стоит сделать дополнительное отверстие, чтобы лучше слышать. Получается такая отсылка на красную шапочку. Чтобы лучше слышать. На канале есть еще одно видео про изготовление подобной маски, и ссылка будет в описании. Но, кроме этого, недавно вышло видео про историю подобных масок. И я там рассказывал о масках, которые были сделаны еще во времена Римской империи, и до тех самых кипчатских или кубанских масок, которые являются прототипами для этого моего изделия. Так что, если заинтересовала такая тема, то можете прослушать еще видео с историческими фактами. Кстати, я делал опрос в сообществе Ютуба, и мои вопросы были такими. Вам нравятся в этом канале больше исторические факты или ковка, работа по изготовлению доспехов? И сейчас я тоже вам задаю этот вопрос, что в первую очередь вас привлекло на этом канале. Именно изготовление доспехов или исторические факты, или же какой-то экшен, типа разбивание чего-то чем-то с средневековым, каким-то средневековым оружием. Это все для того, чтобы я понимал, какой контент вам больше всего нравится, чтобы я планировал свои видео в соответствии с вашими запросами. Ну и по традиции выражаю благодарность патронам и патронессам этого канала. Спасибо за то, что помогаете делать контент. Кстати, будет еще одно видео про маски Куманов и Кипчаков с историческими фактами. Поэтому не забудьте про колокольчик, чтобы не пропустить. Ну а пока что, всем спасибо, всем пока.